Инвестиции – это задел на будущее. По сути, это то и финансовый подморок, який дозволить развивать экономику в ближайшей перспективе. Для Гомельской области и ее великая промысловая база – это особо важно. А тому работа по притягнению инвестиций тут ведется постоянно. 100,1% – это по вынекам бегущего года, когда лечить с початку пятигодки 127% – самый высокий показчик в Беларуси. А в начале сегодня будет выполнен и такой показчик, как притягнение замежных инвестиций, подстава для такого стверждения на явность инвестпроектов, який реализуется у целлюлозно-паперовой, машинобудовничей и нафтовых глинах, а так само металлургии. Причем сродки мкнутся вкладывать с максимальной эффективностью. Можно построить здание, коробку – это тоже инвестиции, но эта коробка не дает никакого эффекта в экономике. Можно вложить очень современное технологичное оборудование, которое будет давать новый продукт, товар с очень высокой добавленной стоимостью. Так вот у нас этот показатель сегодня в активную часть вложения порядка 43%. Это лучший показатель в Республике Беларусь. То есть это в оборудовании. Великое надею в плане притягнения инвестиций на свободную экономичную зону Гомель-Ратон. Зараз тут зарегистрировано 78 резидентов, три за яких отримали ответственный статус в этом году. И аж сейчас пятью компаниями ведутся перемоги, причем три за их, вероятно, так само будут зарегистрированы уже все летом. По вогле у администрации СЭС сегодня готовы разглядать любые максимальности по притягнению инвестиций. Я хочу провести круглый стол на базе бизнес-центра свободной экономической зоны с приглашением ЕС, органов управления, министерств, ведомств. В связи с тем, что сейчас возникает много вопросов у наших резидентов по ведению бизнеса, начиная с 2017 года. Сферы, которые сегодня наибольшие притягиваются для инвесторов, вытворчивость нафтопродуктов, машин и обсталивания, транспорт и совесть, химичная вытворчивость. Разум с тем, у Гомельским Абровоконками Перекананы, сегодня необходимо больше активно притягивать сродки и у иншей сферы, починающие от оказания информационных и туристичных послуг. Мы в этом году наконец-то запустили по полной программе «Технопарк наш». Мы зарегистрировали достаточно большую группу новых резидентов, что радует, что очень приходит много компаний с IT-технологиями. И там молодые люди, по сути дела, с компьютерами, делают такие объемы, которые порой делают наши достаточно средние предприятия, причем зарабатывают в валюту. Вот эти направления для нас очень интересны. Они достаточно развиты во многих странах, которые достигли больших успехов, такие как Сингапур, как Тайвань и так далее, как Япония. На этом страны поднялись, по сути, страны, которые не имеют собственных ресурсов. Алексей Нечуров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».